У меня сегодня доклад будет посвящен экспансии журналов-клонов в мире и России. Но для начала разберемся, что такое журналы-клоны. Журналы-клоны в англоязычной литературе называют clone journals или hijacked journals, то есть украденные журналы. Это кибермошенники, которые используют название, SSN Code и другие данные оригинального журнала. Они создают веб-сайт-клон с целью обмана потенциальных авторов и взимания с них платы за публикацию. Сейчас создание журналов-клонов – это очень прибыльный бизнес. То есть вот один журнал-клон с индексацией в скопус имеет выручку примерно 1 миллион долларов за несколько месяцев. Очевидно, что такой прибыльный бизнес порождает все новые и новые возможности для кибермошенников. Сами журналы-клоны следует отличать от журналов-хищников, потому что если журналы-хищники – это легитимные журналы, то есть они официально зарегистрированы, у них есть официальное название, официальный SSN Code и так далее, то журналы-клоны – это нелегитимные журналы, они находятся вне правового поля, то есть они нигде не зарегистрированы. Если и журналы-хищники, и журналы-клоны нарушают этику научных публикаций, оба, то журналы-клоны, помимо этого, нарушают гражданский кодекс, а именно законы о интеллектуальных правах, потому что они используют чужие данные, названия журнала. И во многих юрисдикциях это признается мошенничеством, то есть нарушением уголовного права. Еще отличие, что у журналов-хищников контент, то есть статьи, они официально индексируются, ну, например, в Скопусе. При исключении журнала из Скопуса или любых других баз данных, науметрических, контент остается. Что касается журналов-клонов, то контент не индексируется, либо нелегитимно индексируется. И когда контент удаляется из баз данных, то никаких, как проследить, это невозможно. И статьи из журналов-клонов, они не считаются опубликованными. Но это не влияет на то, что эти статьи не цитируются. Статьи в журналах-клонах активно цитируются, в том числе в ведущих международных журналах. И я расскажу об этом. Оба типа журналов, и журналы-клоны, и журналы-хищники, они предоставляют недостоверный импакт-фактор, недостоверную информацию о редакторах. То есть здесь, конечно, очень есть много сходств, и даже по оформлению веб-сайтов. Но очень важный момент, что когда, если мы говорим об удалении журнала из международных баз данных, ну, например, журналы-хищника, то этот процесс абсолютно прозрачен. Скопус публикует журналы, которые больше не индексируются, и указывает причину, почему это сделано. Либо какой-то выпуск журнала удаляется из скопуса, и это официально публикуется, и причина указывается. Какой номер удален, почему. Когда же удаляется журнал-клон, то удаление такого журнала из международных баз данных, оно абсолютно непрозрачно. И нет никаких данных об удалении контента. То есть журналы-клоны обманывают авторов, и даже если удаляется такой контент, то авторы никаким образом об этом не узнают. Большинство авторов об этом не узнают, или возможных потенциальных авторов. И у журналов-клонов есть возможность продолжать обманывать исследователей. На сегодняшний день известно, или будем говорить зарегистрировано, более 200 похищенных журналов. Однако проблема состоит в том, что регулярной документации, регистрации вот этих всех кейсов в мире нет. Есть несколько списков журналов-клонов, но однако они нерегулярно обновляются, и достоверной, и регулярной, и новой информации нет на сегодняшний день. Каким образом журналы похищаются? Ну, самый первый способ распространен – это похищение домена. Ну, например, какой-то журнал забыл перегистрировать домен, ну, домен истек, и он забыл его перегистрировать. И вот Баханон в 2015 году как раз написал статью в Science о таких журналах, которые пытались обмануть потенциальных клиентов, официальных авторов. Это может быть залилом оригинального сайта журнала и создание клона, как это было в прошлом году с журналом Talent Development and Excellence, а также создание домена, мимикрирующего под оригинальный сайт. Ну, это самая распространенная форма кражи журнала. Очень часто делают клоны тех журналов, небольших журналов, национальных журналов, которые издаются исключительно в печатном виде, у них нет веб-сайта. Соответственно, есть только один веб-сайт, и автор может подумать, что вот это веб-сайт оригинального журнала. Здесь на графике представлено выход, как бы регистрация доменов журналов-клонов одной большой индийской сети, в которую входят 62 исследуемых, обнаруженных веб-сайта. И видно, что в 2020 году активно участились случаи регистрации доменов. Ну, в самом начале 2020 года было аж зарегистрировано в один день 9 таких веб-сайтов. И видно, что участились. Но здесь, конечно, может быть проблема, что какие-то там веб-сайты 2017-2018 годов, они просто истекли, и нет возможности их обнаружить. Но тем не менее, мы видим, что в 2020 году, то есть каждый месяц, это регистрация там трех, по меньшей мере, новых веб-сайтов. Какие есть признаки журналов-клонов? Ну, во-первых, это мультидисциплинарность. То есть несовпадение названия статьи с тематикой журнала. И журналы-клоны публикуют любые. Ну, вот, например, здесь всеми вами хорошо известный клон, точнее, клон хорошо известного журнала «Новый мир», российского известного литературного журнала «Новый мир». Все знают, что там публикуются статьи по литературе или какие-то рассказы, повести, стихи и так далее. Этот журнал индексируется в «Web of Science». Индийские кибермошенники создали копию. И здесь вот публикуются, например, статьи о Big Data, там, о гостеприимности или так далее, и так далее. И смотрите, вот интересный еще признак. Здесь есть дои журнала. И смотрите, с какой цифры он начинается, с 16. Ну, очевидно, что это фейковый дои, потому что дои начинается с десятки. Другой признак – это фейковый редакционный совет. Ну, вот, например, у того же самого «Нового мира» вот здесь представлены ученые. Эти все ученые существуют, но если мы просто сделаем простой поиск в Google, то увидим, что такие же составы авторов в журнале World Scientific. Они просто взяли и перекопировали. Есть другая возможность. Вот эти вот два журнала «Annals of the Romanian Society for Cell Biology and Converter» имеют одного и того же главного редактора – Райан Оулин. Кто такой Райан Оулин? Такого человека вообще не существует. Это просто придуманное имя, как, собственно, и все остальные представленные editorial members в журнале. Это просто вот какие-то буквы, похожие на имена. Еще один признак – это отсутствие peer review. То есть они публикуют абсолютно все. Вот я подала в обнаруженный журнал статью, ну, вот просто какой-то текст, который был автоматически переведен на английский язык. Через несколько дней я получаю поздравления от этого журнала о том, что моя статья принята к публикации. Меня попросили заплатить 200 долларов. Ну, вот здесь написано. Оригинальная статья 80%. Там не было ни одного оригинального слова. И вот «Results Satisfactory». Вот это прекрасно. Вот так работают журналы клона. То есть если какой-то журнал обещает быстро опубликовать статью, ну, здесь нужно задавать вопрос, а вообще журналы настоящие ли академические – это журнал. У журналов клонов есть большая проблема с архивами, потому что они создают веб-сайт клон. И им надо показать, что журнал регистрируется… И у журнала есть проблема с архивом, потому что им надо каким-то образом публиковать, ну, вот показывать регулярность публикаций. И вот смотрите, здесь несколько примеров, что могут сделать. Ну, сделать какой-то вот такой эффективный paywall, что надо заплатить. Либо вот в журнале «Вафен и Костюм-Конде» – это клон немецкого журнала, посвященный оружию и военному костюму. Ну, здесь просто вот идет такое использование вторичных текстов. То есть вот в этой сети они просто одни и те же тексты публикуют в архивах. И это, кстати, дает возможность обнаружить эти журналы. В журнале Solid State Technology используют матген или еще какой-то генератор текстов для того, чтобы публиковать архивы. И вот здесь, например, в новом обнаруженном журнале румынском просто пишут «Обратитесь, пожалуйста, в журнал для того, чтобы получить контент». Так, почему журналы-клоны представляют угрозу и почему проблема недооценена? Во-первых, статьи, не прошедшие PR-ревью, они выдаются за настоящие научные публикации. Во-первых, происходит неадекватная оценка за слух авторов. Результаты, потому что у авторов, получается, они накручивают свою публикационную активность. Результаты без рецензии не могут оцениваться как научные, и это оскажает академическую коммуникацию. После истекшего срока домена, как правило, журналы-клоны регистрируют домен на год, на два, и потом они его не перерегистрируют, и все опубликованные статьи исчезают навсегда. И возникает проблема цитирования в легитимных журналах. Вот, например, из обнаруженного в мае этого года журнала румынского, посвященного клеточной биологии, статья из этого журнала-клона была процитирована в PLOS ONE. Вот, статья была опубликована 13 мая 2021 года. И таких, и в данном журнале румынском можно проследить целый ряд цитирований уже, то есть этот журнал-клон, ну, не знаю, несколько месяцев, наверное, существует, и он уже процитирован в серии рядов очень хороших, то есть PLOS ONE – это очень хороший журнал. Отсутствие рецензирования сопутствует недобросовестность публикаций, а именно плагиат, фальсификация данных, автоплагиат и сомнительное соавторство. Ну вот, для примера можно показать данные журнала-клона Talent Development and Excellence – это была одна из самых громких случаев проникновения журнала в Скопус в прошлом году. И вот в данном журнале было проиндексировано 462 статьи в Скопус, из них 90 статей принадлежали российским авторам. И из этих статей 6 содержали переводной плагиат. Это говорит о том, что, ну в частности, говорит о том, что большое количество публикаций от разных стран, оно свидетельствует о наличии большого количества посреднических компаний, которые способствуют публикации в журналах-клонах. Потому что сейчас маркетинг очень агрессивный, невозможно опубликовать 5000 статей, как вот в румынском журнале по клеточной биологии, они уже публиковали 5000 статей. Нормальный журнал, например, Санта Метрикс, ну вообще получает около полутора, наверное, тысяч субмишн в год. То есть понятно, что у них уже очень хорошие наложенные связи. Далее, эта угроза и проблема состоит в том, что отсутствуют систематические проверки журналах-клонов и обновления списков мошеннических журналов. То есть многие случаи просто недокументированы. И оценить масштабы мошенничества не представляется возможным, а это ведет к распространению обмана авторов. Еще одна проблема – это сложность поиска журналов-клонов. Их обнаруживают уже после того, как многие клиенты были обмануты. Однако есть некоторая хорошая новость, что поскольку журналы-клоны, поскольку это кибермошенники, они экономят на издержках. Ну, например, создание архива или веб-сайта, они используют шаблоны. И это дает идентифицировать новые журналы-клоны. Ну, вот, например, в сети, индийской сети, где архив создается по принципу повторного использования опубликованных текстов, можно просто совершить поиск по этим текстам и обнаружить, где они были опубликованы. И таким образом было идентифицировано 62 веб-сайта с журналами-клонами. И вот эта статья скоро будет опубликована. Еще один метод – это поиск по шаблонам веб-сайта. В данном случае не идет речь о использовании открытых платформ, на которые создаются сайты, а просто какой-то специфический шаблон, который характерен для данных журналов. Ну, просто вот мне это заняло 10 минут поискать в Гугле. И вот обнаружилось 17 журналов-клонов, но некоторые из них известны. Я не проверяла, я не сверяла этот еще список с тем, что было известно. Еще одна проблема состоит в том, что журналы-клоны – это кибермошенники, и они научились проникать в национальную международную базу данных. То есть есть и контенты, ссылки на журналы-клоны в e-library, есть ссылки на журналы-клоны в CIMAGO, и масштабная на сегодняшний день экспансия журналов-клонов в Scopus. Ну вот, например, упомянутый уже журнал Annals of the Romanian Society for Cell Biology, он сейчас индексируется в Scopus. Вот можно увидеть, что каждый год публиковалось, не больше 100 статей индексировалось. И вот тут вдруг в 2021 году 3183 статьи. Вот смотрите, номер 4, который проиндексирован этого журнала, там страницы 12207. Ну вот, когда видно такие страницы, то это должны возникать, конечно, вопросы. И сегодня об этом журнале я опубликовала заметку в Retraction Watch. И вот если посмотреть еще на профайл журнала, то видно, что ссылка в source.hoppage, вот если сюда кликнуть, то будет представлена ссылка на журнал, который ведет на журнал-клоны. Вчера представитель Scopus и Чейни Трейси сказала, озаглавила свой доклад «Скопус как надежный источник качественных данных». Вот здесь хотелось бы поставить большой знак вопроса и спросить, а так ли это на самом деле. Нелегитимные статьи проиндексированы в Scopus. Вчера в своем докладе Чей Трейси указала, что сложно обнаруживать журналы-клоны в «Копусе». Что это означает? Вот такой комментарий про журналы-клоны. Что, во-первых, это реактивная политика Scopus. То есть политика направлена не на предотвращение проникновения журналов, а на удаление того контента, который был нелегитимно загружен. И хотелось бы, конечно, вообще спросить, а Scopus понимает, каким образом нелегитимный контент попадает в Scopus? Вот здесь представлены комментарии. Это скриншот, комментарии автора Натальи на сайте Саймага под обсуждением журнала «Теледевелопменты и экселанс». Этот комментарий был сделан в 2020 году. Она пишет, перед тем, как опубликовать свою статью в том или ином журнале, я всегда запрашиваю подтверждение официального сайта в службе Scopus. Сотрудники Scopus четыре раза подтвердили мне сайт журнала как официальный. То есть подтвердили, что веб-сайт клона является официальным журналом «Теледевелопменты и экселанс», который проиндексирован в Scopus. Далее моя статья была проиндексирована в базе. И только я сегодня вижу новости, что журнал оказывается ненастоящий, и Scopus удалил все статьи, проиндексированные в базе за 2020 год. В этой связи у меня вопрос. Как мы можем тогда доверять базе Scopus, которая добавила в 2020 году почти 600 статей в свою базу, много раз подтверждала сайт журнала как официальный? И что из нас всех сделали идиотов? Мы ученые, а не группа следователей. И это действительно так. Ученые не следователи, не расследователи, чтобы каждый раз проверять, а действительно ли этот веб-сайт является оригинальным. Несмотря на то, что этот веб-сайт официально указан как хомпейдж в профиле журнала в Scopus. Есть еще важные вопросы, что касается качественного контента в Scopus. Это то, как работает удаление контента журналов в Scopus. То есть идет удаление, как правило, всего года. Ну, просто удаляется за весь год выпуски. Однако, как показывает Реактфактов, анализы контента не происходят. Вот, например, в этом году был удален контент тоже журнала-клоны. Это произошло буквально неделю, наверное, назад. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. И, скорее всего, там был удален первый номер легитимного журнала. К сожалению, я не успела это проверить. Просто я только его обнаружила, и он практически сразу был удален. Но по моим ощущениям, что первый номер был все-таки легитимным у этого журнала. То есть его тоже удалили. Либо, возможно, другая ситуация, когда удаляют целый год. Ну, например, журнал начал индексировать свои статьи не в начале года, а в середине. И вот у меня есть впечатление, что некоторые статьи также являются нелегитимными. Вместе с легитимными, и такие статьи не анализируются, они остаются в скопусе. Ну, вот, например, журнал «Test Engineering and Management». Вот видно, что, ну, вот видно здесь, сколько статей публиковалось. 15, 15, 9, 14. И вот в 19-м году 323. Но у меня впечатление, что здесь осталась куча еще нелегитимного контента. Но эти две статьи 2020 года, они точно из журнала «Клона», которые до сих пор не удалены. Либо вот еще один случай журнала «Спортсайенс». Этот журнал издается в Боснии-Герцеговине. Однако он был, по-моему, украден какими-то хорватскими издателями. И здесь почему-то публикуются активно итальянские ученые из Неаполя. Какая роль нелегитимного контента? Ну, вот сейчас журналы-клоны, по моему мнению, ну, как-то ощущению, скорее даже, нередко воспринимаются как единичные мошенничества. А так ли это на самом деле? Один журнал или несколько тысяч проинденсированных статей, они не играют большой роли в массиве данных скопус. Вот сейчас наибольшее число статей публикуются авторами из Индии, Ирака, Узбекистана и России в десятке лидеров. Однако, если смотреть на долю нелегитимного контента по странам, то картина совершенно другая. Сейчас пришлось даже в этой связи вводить новый наукометрический показатель. Доля нелегитимного контента в скопус по странам за конкретный год. Вот на сегодняшний день доля нелегитимного контента в Узбекистане в 2021 году составляет 41,52%. В Ираке 8,41%. И в Индии 1,55%. Вот сейчас с скопусу и Узбекистану, с этой цифрой 41,52%, как-то надо теперь жить. И у меня в этой связи есть открытые вопросы к скопусу. К сожалению, мои вопросы Тресси Чен не были зачитаны вчера. Она предложила еще в своем выступлении обсудить ее доклад. За пределами конференции я ей написала эти вопросы, но она мне на них не ответила. Вопрос следующий. Есть ли у скопус понимание, как журналы-клоны проникают в скопус? И есть ли регистрация изъятого нелегитимного контента? Например, скопус открыто публикует данные об изъятых номерах из базы данных в связи с накручиванием метрики и поэтическим соображениям. Есть ли такое в отношении журналов-клонов? Если нет, то призываю в кратчайшие сроки сделать такую регистрацию изъятия открытой для предотвращения дальнейшего обмана автора. У меня создается впечатление, что для скопуса это не является приоритетом и идет замалчивание проблемы. Но чтобы не долго ждать, я начала создавать такую базу данных, журналов-клонов, которые когда-либо были проиндексированы в скопусе, ну и вскоре я его обнародую. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.